Спальный вагон поезда. На Украину еду. Спальный вагон. Два часа ночи. Знаете, что люди делают в это время? Спят. Два часа ночи. Спальный вагон. В Днепропетровск идет поезд. Открывается дверь. Появляется украинка такая. Золотозубы. Сначала зубы появляются. Так, сосредоточьтесь. Вы спите сейчас. Вот, сфантазируйте. Два часа, да? Хрусталь! Ой, энергия, да? Кому нужен хрусталь? Мне и днем хрусталь не нужен. А в два часа ночи я могу убить этим хрусталем. С другого конца поезда выбегает проводница. Кричит, что орешь сейчас? Хрусталь с другого конца орет. Кто спит? Проводница открывает первую дверь. Купе придет. Вон, люди. Так. Вон, иди сюда, смотри. Смотри. Там могила полная такая. Она от человека за ноги. Иисус, вы спешили меня? Скажи этой дуре. Оттуда как из могилы. Хоп-хоп! Человек такой. И этот перед ним. Хрусталь! О, фильм ужасов, да? В Михайловском англичанина напоили. Вот он наклониться не может пивом, у него выльется. Не потому что тошнит, просто сосуд переполнен. И он поехал в автобусе в Питер. Он же не знал, что у нас автобусы вообще-то без туалетов, чтобы вы знали. Через полчаса уже рожа красная. Никто по-английски ничего не понимает. Слава богу, слово интернациональное. Подошел к водителю, говорит, туалет. Водитель был наш. Говорит, че? Дождался леса. Вы дадите договорить или нет? Вы хохочете и хохочете сидите. Дождался леса, говорит англичанину. Тулет, показывай на лес. Вон, туалет, давай. Дайте договорить, а? Англичанин вышел. Его не было минут сорок. После чего он вернулся и говорит, показывай на лес. Там, нео, туалет. Ему же на ум не могло прийти, что туалет и лес это одно и то же на самом деле. Ну такой жизни, как в России, нигде быть не может. У меня двое знакомых пошли за грибами. Естественно, напились. Ну они же за грибами пошли, это же вы понимаете. Знаете, как наши на охоту ходят? Говорят, бутерброды возьмем, да, выпить возьмем. Девчонок на охоту будем брать? Конечно, он говорит, оружие, да, оружие не надо. Зачем на оружие находят? И эти сидят, выпивают на охоте. Вдруг из леса, из леса выходит лось. А наш ведь вот, чтобы подумать, нет. Он сразу чувствами живет. Он бутылкой хлобысь и влося. Он думал, что лось побежит. Лось побежал, но на него. Наш сразу раз и в лес. Второй ничего не понимает, поворачивается. Я не могу, я обожаю вас за ваш смех. Вот, тихо, минутку. Вот, задержите дыхание. Вы, кстати, бьетесь головой об сцену, вы знаете, да? Сейчас положите руку. Второй поворачивается, бежит, лось готова? Он бегает от лосей и кричит, это не я в тебя бутылкой запустил. Мы гениальный народ. Двое поспорили в пивбаре, кто засунет лампочку за 100 долларов в рот. Вот зачем? От избытка энергии. Один говорит, за 100 я засуну, дай 100 долларов. Тот дал, он, ах! Лампочку можно засунуть в рот. Высунуть нельзя, она заклинивает. Он стоит. С глаза, как два цоколя. Второй ему говорит, поехали, я тебя к врачу отвезу, у тебя и деньги есть для врача. Врач такого вообще никогда не видел. Чтоб человека можно было в патрон ворачивать. И врач у него спрашивает, у этого, с лампочкой во рту. Ты че, дурак, лампочку в рот взял? Он у этого спрашивает. Тот говорит, ты... Врач вынул лампочку, дал ему. Говорит, вези домой трофей. Он едет в такси. Таксист спрашивает, ты че, как Данка с сердцем в руке? С лампочкой? Этот ему говорит, дурак, представляешь? Взял лампочку в рот за 100 долларов. Таксист не дал продолжить. Говорит, че дурак? Я возьму за 100 долларов. Дай сюда, а? Люди на перекрестке смотрят, таксист едет. Кто ли сам себя путь освещает? Черт его знает. Бывало, говорит, поехали. Я врача знаю, который лампочки вынимать умеет. Врач такого не видел никогда. Чтоб к нему попали сзади несколько человек с лампочками во рту. Почему это все происходит? Спокойно, спокойно. Так, сейчас сосредоточьтесь, инструкция. Российская. Иностранным далеко до этой инструкции. Игрушка называется Винни-Пу ходячий. Ну, ходячий, а какой он еще? Конечно, не лежать уже. Знаете, этот придурок ходит, вот этот. Куда рука, туда нога. Вот этот вот, поднаклонный. Или так. Винни-Пу ходячий, в скобках. Россия. Можно было бы не писать, что Россия. Я не могу, я боюсь вам говорить. Следующая фраза. Ну, зачем писать, что Россия, в скобках, если следующая фраза. Если не пойдет... Ой, хороший звук, вот это хорошее. Это агония, это... О, слушайте, это вот хорошо. Слушайте дальше, для вас. Эксклюзив читаю. Ну, поняли, да? Если не пойдет, ходячий же он. Конечно, чего ему... Конечно, если не пойдет. Это только Россия выпускает. Тихо, тихо. Итак, если не пойдет, возьмите пуха за ухо. Это... Это поэзия. И наклоните мордочкой вниз. Я что, медсестра с ним? Вот такая шмакозябка я должен ухо у него искать должен. Мордочкой. Технология. Вы думаете, это все? Нет. Вот представьте, вы уже наклонили его, да? Если при этом у пуха удлиняться ноги... Ну, это просто монстр какой-то. Положите пуха на бочок. Ну, медсестра, утку носить только еще ему поставьте. И дальше, клянусь, не вру. Загляните пуху между ног. Нащупайте пальчиком дырочку. Ставьте в дырочку пальчик. И найдите там ушки. Какие там могут быть ушки? Это полное незнание анатомии. И в скобках. Ушки для ножа. И вставьте ножки в ушки. А теперь максимально воздух обгроть. Я лечу снова в русский Америку, а перед Америкой надо заполнять анкеты. В анкетах есть графа секс. Это пол. Это пол, чтобы вы знали. Че вы? Пол, говорю. Ну, наш попьянник, че, думал? Он и написал в анкете один раз в неделю. Ему стюардесса говорит, мужчина или женщина? Он говорит, а какая мне разница? Но самое главное, мы живем, не замечая всего этого, зато с мечтой, что когда-нибудь нам обязательно повезет, и мы все-таки встретим по дороге на кладбище горбатого хромого трубочиста с полным ведром мусора. Причем встретим обязательно на рассвете, хотя сами встаем в одиннадцать. И только тогда мы будем по-настоящему счастливы.